Это очень важное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни, турнир по бодибилдингу, бикини, традиционный на открытом воздухе впервые, что можно подчеркнуть. Очень много участников. Мы видим, что на каждый турнир все больше и больше желающих. А это значит, что люди начинают заниматься спортом, начинают развиваться, ходить в тренажерные залы, фитнес-залы. И это отразится на здоровье нации, поэтому, конечно, это очень важный турнир. Сегодня мы проводим впервые, можно сказать, в Украине мероприятие подобного плана под названием «Харьков бикини Open Cup». Это открытый кубок по фитнес-бикини, такая номинация бодибилдинга, с призовым фондом 100 тысяч гривен, довольно серьезная сумма. Участвуют харьковские спортсменки и также спортсменки из других регионов Украины. Это около 8 регионов или 9. Участвую ради интереса, потому что я начала недавно. Вот, в Вижне были мои первые соревнования в Полтавской области, Харьковской. Стала в призах. Вот, и решила, как бы, не забывать сразу, еще раз испытать свою судьбу, так сказать. Такие несподіванные, неочекованные смагания, оскільки сезон уже закинчено. Это кубок Харькова, а сам по фитнес-бикини, по тей номинации, в которой я выступаю. Тому я намагала не приехать. Приехала я из Киевской области, в мистое Еркей. О соревнованиях нам рассказали на сборе федерации. Как всегда у нас они случаются. Президент у нас очень, кстати, активный. И решили сделать такое коммерческое действие. Первый раз в Украине, вообще в условиях нашей федерации. И, конечно же, начнем пропускать соревнования, если идет сезон. Был весенний. Думали, сейчас будет массовый набор. Но оказалось, что у нас вот такие вот соревнования через буквально несколько месяцев будет опять уже начинаться осенний сезон. Поэтому с формы не выходили, так сказать, хоть и лето. Поэтому решили участвовать. У нас три номинации. Ростовых до 163 см, до 169 см и свыше. То есть конкурсанток 35 человек, по 10-15 человек категория. Сегодня вы их всех увидите. Красивые девушки, титулованные. Многие добились вершин высочайшего уже, можно сказать, уровня. Это чемпионки мира, чемпионки Европы, неоднократные чемпионки Украины, абсолютные чемпионки Харькова. Судьи международной категории, все судьи, очень сильная судейская бригада, президенты других областей Федерации Украины бодибилдинга. Я буду в самой высокой категории. Надеюсь на победу на призовые места. ИТ-соревнования коммерческие, соответственно, будет денежное вознаграждение и более обширное у нас количество будет призовых мест. Достойная конкурентка и всем желаю перемоги, а перемоги, как даже сильнейший. Девочки все очень хорошие, очень. Я даже не знаю, как. Ну, есть, конечно, страх, но будем стараться. Всех соперниц не видела, но я считаю, что нельзя недооценивать никого. Поэтому каждый достоин победы. Всем удачи! Критерии оценок когда-то, может, еще были довольно субъективны, но сейчас объективность стала на свои места. И общая позиция, общее положение девушек, внешний вид, сепарация, пропорция, мышечность и так далее, и так далее. Как подают себя на сцене. То есть все это вместе дает правильные оценки. Всегда интенсивные тренировки, позирование, режим питания, режим сна. Хотя с маленьким ребенком немного не получается так, как хочется, но стараемся и, в принципе, результат налицо. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Ну, как бы, в первую очередь, должны быть хорошие данные внешние. Если природа не наградила, то это очень сложно уже все. Пропорции, лицо, длинные красивые волосы, ровные. Ну, опять же, мышечное масло. Ну, в принципе, в целом образ купальник, макияж и все остальное. У нас всегда поддерживают наши друзья, наши партнеры. В первую очередь, конечно же, департамент по делам семи молодежи спорта городского совета. Отдельная благодарность уже заместителям Харьковского городского головы Константину Лобоченко. Алексею Чубарову большая благодарность, директор департамента имиджевых проектов, нашему родному мэру Геннадию Дольфовичу Кернесу за постоянную поддержку, потому что у нас такие возможности проводить мероприятия такого высочайшего уровня в нашем родном городе. Все поддерживают. По-перше, зацикавило те, что в межсезонье. Цикавило подивиться, на сколько спортсменов готовят это все отмагание и все показать, конечно. Нужно заниматься спортом, чтобы, во-первых, быть здоровым, красивым, уверенным в себе, потому что я на самом деле пошла в зал как бы из-за того, что проблемы были со здоровьем. И это самое главное, наверное. Гарний вид спорта популяризирует красу, спортивную красу. И это также, если на моей профессии я треную, и хочется быть мотиватором для своих майбутних спортсменов. Я думаю, главное получать удовольствие от того, что происходит, потому что потом все равно кажется, что что-то сделал не так, но нужно получить удовольствие от всего происходящего. Мы красивые, молодые, мы на сцене, поэтому все хорошо. Я думаю, будем проводить интересные мероприятия. Людям нравится, думаю, сегодня большое количество зрителей. Компания Триолан нас поддерживает, прямой эфир на сайте Харьковской Федерации Бодибилдинга. В Биби Харькове будет прямой эфир. На телеканале YouTube Триолан также прямой эфир будет идти. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова